Беспилотный летательный тактический разведчик Сирко запускается с рук и через несколько секунд становится невидимым в небе. Названный в честь легендарного атома на Сирко, дрон способен появляться из ниоткуда, атаковать противника и растворяться в небе. Этот самолётик – это разведчик. Он очень маленький, 90 сантиметров, размер крыла. Он очень лёгкий, вместе с кофром и со всем остальным весит не более полутора килограммов. Он летает достаточно далеко, но не на 100 километров и не на 50. Мы выбрали для себя зону деятельности 0.30, то есть от нуля до 30 километров к линии фронта – именно самая напряжённая зона, где больше всего событий происходит. Сделать максимально простой в использовании беспилотник, невидимый для радаров и управляемый даже из укрытия, чтобы не подвергать опасности бойцов. Такие характеристики разработчики изначально брали за основу. Год спустя задачу удалось реализовать, рассказал один из учредителей проекта «Сирко» Игорь Криничко. Тут есть, висит, корыстный, навантаженный. Вот так, видите, камера там. Здесь есть отсек полезной нагрузки. Вот, видите, камера. Здесь же стоит шифратор, далее аккумуляторный блок со специальными девайсами и приборный отсек, назовём его так, с мозгами. Для работы над проектом Криничко вместе с партнёром из Львова собрал команду со всей Украины. Конструкторы задумали аппарат, способный залетать в тыл к противнику в полном радиомолчании, снимать видео и возвращаться с записью. Этап испытаний прошёл успешно, и разработчики уже наладили серийное производство. То есть на сегодняшний день производство настроено выпускать около тысячи бортов в месяц. Более того, и эту цифру можно масштабировать за счёт того, что прежде всего мы планер штампуем. Это полимерный, очень специфический материал, который мы штампуем. Если ориентироваться только на это, мы можем говорить, что в день мы можем выпускать около 200 самолётиков. Цена беспилотника – 3000 долларов. 92-я отдельная механизированная бригада имени Кашевого атамана Ивана Серко в числе первых заказчиков дронов-разведчиков. Другие подразделения также ждут новые украинские дроны, чтобы применять их на нуле, говорят военные эксперты. По характеристикам он превышает «Мавик-3» и «Мавик-Про» и аналоги. Безусловно, для вооружённых сил Украины эта техника, этот дрон, он просто необходим. Количество исчисляется десятками тысяч, которые сейчас необходимы для вооружённых сил Украины. Министерство обороны Украины знает о стартапе харьковчан. По словам разработчиков, уже прошли этап оформления документов и необходимых испытаний в соответствии с требованиями министерства. Сейчас предприятие находится в стадии подписания государственного заказа на поставку комплекса в Серко для украинской армии.